Уже на подходе к зданию музея разница с тем, что было год назад, видна невооруженным глазом. Покрытие колонн и стен восстановлено, уложена новая плитка до окончания ремонта, остались считанные дни. Мы с вами присутствуем, я уже не побоюсь этого сказать, при завершающих работах по капитальному ремонту здания музея кабинет-квартира Ленина в Кремле. Работы начались осенью прошлого года, в сентябре. И уже в конце мая-начале июня работы будут завершены. Вот так выглядел музей до ремонта. Отлетевшая штукатурка, растения на здании, поврежденные колонны. Протекающая крыша была одной из главных бед музея. После каждого дождя многие экспонаты приходилось спасать от воды. Сотрудник музейного комплекса Светлана Генералова перед переездом рассказала, какое количество исторических объектов потребовалось перевезти. Коллекция предметов это примерно 3,5 тысячи штук. И здесь еще больше 40 тысяч книг и журналов. То есть вы можете себе представить, какое количество мы обработали. Сейчас потолки выглядят как новые. В здании также проведен генеральный ремонт кровли и сделана дополнительная гидроизоляция. Заместитель директора музея-заповедника Горки-Ленинский по научной работе Борис Фласов не без гордости демонстрирует результаты работы. Да, сейчас отремонтировали все. Вы видите новый пол, новый паркет. Полностью в хорошее состояние приведены стены. Все помещения, но уже здесь заканчиваются работы. Также одной из главных проблем здания, построенного в начале прошлого века, стали полы. Чтобы понять в каком они состоянии, в августе прошлого года мы даже провели показательный эксперимент. Здесь падает пол. Документов по этому дому технических почти нет. Поэтому мы даже не знаем, что там внизу. Нужна экспертиза сначала. И пол живой практически во всем музее. Теперь данная проблема решена и не только в этой комнате, но и во всем здании. Во время работ были подняты все опорные столбы, которые были внизу, закреплены. Положены новые лаги, тоже укрепленные. Поэтому вот сейчас все выровнено. После реконструкции выставка значительно расширится. Здесь появятся новые экспозиции, которые пока хранятся в запасниках музея и значительно изменятся старые. Мы с вами находимся в комнате, в которой располагается кабинет Владимира Ильича Ленина. Конечно, она сейчас выглядит по-другому, чем когда здесь экспозиция. Что здесь будет изменено? Вот сейчас вы видите открытые окна. Когда будет закончена экспозиция, будет полная иллюзия, что при взгляде в окно вы видите Кремль. То есть из этих окон будет тот же самый вид, который был из кабинета Ленина в настоящем Кремле. Зону комфорта, где расположится гардероб и место ожидания для экскурсионных групп, планируется сделать интерактивной. Здесь посетители смогут погрузиться в эпоху советской России. Мы хотим, чтобы все-таки наш музей был музеем 21 века. Чтобы он говорил в том числе и с молодыми посетителями на их языке. Именно здесь появятся мультимедийные комплексы, интерактивные комплексы, которые позволят, ну, с одной стороны, извините, поговорить с Владимиром Ильичем Лениным, который должен будет пригласить наших экскурсантов. С другой стороны, просто можно будет посмотреть на больших мониторах, каким образом выглядело помещение в Кремле в 24-м году, каким образом он менялся, каким были помещения при Сталине, какие при Лене, какие при Хрущеве. Воссоздание интерьеров начнется с личных комнат Владимира Ильича и Надежды Константиновны, затем кабинет и другие помещения. Но вновь посетители придут сюда, увы, не скоро. Месяцев 7-8 не меньше, а то и больше. Потому что, ну, здесь есть чисто технический момент. Вывести музейные предметы можно быстро, а вот опять вернуть и воссоздать, это очень тяжелая, кропотливая работа. Даже просто без технических работ по созданию новой экспозиции и всего прочего. Изначально сотрудники музея надеялись открыть обновленную выставку к столетию первого приезда Ильича в Горки, к концу сентября нынешнего года. Но, видимо, эти планы придется подкорректировать. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова